Продолжим, перейдем к международным темам. Правительство Индии создает цифровую платформу, объединяющую 16 министерств. Портал предложит инвесторам и компаниям универсальные решения для разработки проектов беспрепятственного согласования и упрощения оценки затрат. Таким образом, власти страны хотят привлечь как можно больше иностранного капитала в пользу Индии, а не Китая. Как отмечает агентство Bloomberg, такую идею администрации МОДИ оценивают в 1 триллион 200 долларов. Тему продолжит сейчас наш виртуальный коллега Айсанж. Передадим ему слово. Айсанж, ждем подробности. Здравствуй, Жалгаз. Сейчас в Индии сложилась следующая ситуация. Половина всех инфраструктурных проектов откладывается, а каждый четвертый превышает свой предполагаемый бюджет. Премьер-министр Наремдра МОДИ считает, что проект по созданию единой платформы является решением этих извечных проблем. В мае в Индии было в общей сложности полторы тысячи проектов, из которых половину отложили. Около 500 проектов превысили первоначальную стоимость реализации. Теперь портал сможет предложить инвесторам и компаниям универсальное решение для разработки проектов, беспрепятственного согласования и упрощения оценки затрат. Главной целью разработчики ставят сделать Индию производственным центром для глобальных компаний. В то время как Китай по-прежнему в значительной степени закрыт для внешнего мира. Индия предлагает не только дешевую рабочую силу, но и кадровый резерв, состоящий в основном из англоговорящих работников. Как отмечает Гломберг, Индия – это третья по величине экономика Азии. Разработанный ею план, предусматривает моделирование инфраструктурных проектов, по образцу того, что делала Европа после Второй мировой войны. Или того, что делал Китай в период с 1980 по 2010 год, чтобы повысить индекс конкурентоспособности страны.